Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Слово Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста от Девствии. Продолжение. Что же потом говорит апостол? Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. 1 Коринфянам 7.3 Затем истолковые изъясняют то же самое, он присовокупляет. Жена не властна над своим телом, но муж равный и муж не властен над своим телом, но жена. 1 Коринфянам 7.4 И это, по-видимому, он говорит о браке, а на самом деле, как бы прикрыв обычной приманкой крючок, закидывает его в душу учеников, желая самими словами о браке, отличих от брака. Кто услышит, что после брака он не будет господином самого себя, но будет находиться во власти жены, тот тотчас постарается освободиться от этого горчайшего рабства, или лучше, и не начнет подчиняться этому иглу, так как подчинившемуся однажды необходимо потом раболевствовать до тех пор, пока это угодно будет жене. А что, я не по догадке только высказываю мысли Павла, в этом легко убедиться примером учеников Христовых. И они не прежде признавали брак тягостным и применителем, когда, выслушав Господа, доведшего их до такой же необходимости, до какой Павел доводит тогда Коринфян, ибо то изречение, кто разводится с женой своей, кроме вины, прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И это, муж не власти над своим телом, 1 Коринфянам 7,4, выражает одну и ту же мысль, только разными словами. Если же кто точнее вникнет в изречение Павла, то увидит, что оно еще более увеличит власть жены и делает рабство мужу еще более тяжелым. Господь не предоставляет мужу власти изгонять жену из дома, а Павел лишает его власти над собственным телом, передавая всю власть над ним жене и подчиняя его больше купленного раба. Рабу часто можно, бывает, получить совершенно свободную, если он будет в состоянии, собрав довольно серебра, нести за себя плату господину. А муж хотя бы имел жену, несноснейшую из всех, обязан переносить рабство и никак не может найти освобождение от него и выхода из этого подчинения. Сказав, что жена не властна над своим телом, апостол продолжает, «Не уклоняйтесь друг от друга раз и по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе». 1 Коринфянам 7,4-5 стихи Я думаю, что при этих словах многие из посвятивших себя девству краснеют и стыдятся за такую снисходительность Павла. Но не смущайтесь и не предавайтесь какому-нибудь непристойному чувству. По-видимому, эти слова сказаны в угождении вступающим в брак. Но если кто тщательно вникнет в них, то он найдет в них мысли одинаковые с предыдущими. Если кто станет рассматривать их просто без отношения к вышеизложенной причине, тому они покажутся скорее словами свахи, нежели апостола. Но если он вполне следует цели, то найдет и это увещание совершенно соответствующим апостольскому достоинству. Для чего он пространяя излагает свою речь? Разве не довольна была сказать благопристойное увещание предыдущими словами и остановиться на этом? Заключается ли в словах «не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время?» Что-нибудь больше, чем в словах «муж оказывает же недолжное благорасположение» и «муж не власти над своим телом». Ничего больше, а только, что там выражено кратко и ясно, здесь изложено пространнее и яснее. Это делает апостол подражание святому Божию Самуилу, как Самуил со всей точностью излагал простолюдинам законы о царстве не для того, чтобы они приняли их, но чтобы не принимали. И, по-видимому, это было наставлением, а на самом деле было некоторым отклонением их от неблаговременного желания ими царя. Так и Павел многократно и весьма ясно распространяется о подчинении в браке, желая этими словами отклонить слушателя от брака, сказав «жена невластна над своим телом, он продолжает, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время, для упражнения в посте и молитве». Видишь ли, как незаметно и неукоризно он располагает пребывающих в браке к упражнению воздержания. Сначала он просто похвалил это добро, сказав «хорошо человеку не касаться женщины», а здесь присовокупил увещание, сказав «не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию». Почему же он то, что хотел установить, предложил в виде увещания, а не в виде повеления? Он не сказал «лишайте себя друг друга по согласию», а что «не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию?» Потому что через это речь становилось приятнее, выражая мысль учителя, требующую этого не с настойчивостью, отчего исполнение бывает скорее и с великою признательностью. И не этим только он утешает слушателя, но и тем, что, изложив тягостное краткими словами, еще прежде чем слушателя печалился, он переходит к более приятному. И на этом останавливается доля. Продолжение следует. Продолжение следует.